...и довести его до какого-то минимально жизнеспособного продукта, который уже сможет быть в истории. Эта команда, про которую вы говорите, что вы можете взять к тюме перспективы, она будет получать деньги или просто выгодную историю. Что их ожидает? Нет, у нас, по сути, инкубат является некоммерческой структурой. Мы работаем за грамотные деньги и, как таково, к инвестициям мы не даем. Но мы обеспечиваем сверхрабочее место. Мы обеспечиваем интервью, публикации в стартапах. Мы обеспечиваем менторскую поддержку. У нас в команде на сегодняшний день порядка 50 менторам. И эта менторская программа, она будет включать в себя как лекции, так и личную работу, коучинг, которые они известны в каждой из команд индивидуально с ментора. И мы обеспечиваем выход на государственный сектор, если это каким-то образом связано с государством. Допустим, используют данные, которые выпускает Национальный банк Украины. Мы обеспечиваем связи с грантодателями. Если это какая-то грантовая история, естественно, мы предоставим выход на инвесторов. Потому что каждый инкубационный цикл, он заканчивается демо-днем, то есть презентацией перед инвесторами, грантодателями, сектором, журналистами. И, соответственно, мы являемся вот неким образовательным мостиком между стартапами и вот этим всем сектором, который может инвестировать в стартап. По сравнению с другими странами, это план, так скажем, людей, профессионалов, перспективно для молодых людей, для молодых, украинцев. И что это, по сути, люди, которые до этого не занимались в работе, то есть как-то изучать, наверное, эту степь образования? Насколько это перспективно в Украине? Да, да, да. Ну, вы, наверное, знаете, что IT-сектор, там, один из самых быстро растущих на сегодняшний день в Украине. У нас уже сейчас он насчитывает порядка 100 тысяч IT-специалистов, плюс еще порядка 10-15 тысяч студентов технических специальностей и вузов выпускается ежегодно. То есть, естественно, этим людям нужно где-то работать. Часть из них уходит в аутсорсинговые компании, а часть из них уходит в делать свои проекты и работать с стартапом. И, естественно, что это перспективно. Если мы говорим о непосредственной работе с данными, то это сфера, которая очень хорошо развита. В Канаде есть инкубатор открытых данных в европейском Сибири, с которым мы очень плотно сотрудничаем. И стараемся наши стартапы им предоставлять, чтобы мы получили какие-то возможности, в том числе развития на европейском рынке. Поэтому, естественно, что это, да, перспективно. Кроме того, если мы говорим о полу студентов и молодых специалистов, то сейчас мы работаем над проектом с Министерством образования. И, скорее всего, у консулета это все будет финализировано. Министерство образования позволит студентам технических специальностей работать в рамках нашего инкубатора над своими стартапами. И эта работа будет защитна как университетская практика. То есть студенты, находясь из университета, да, у них будет там не просто бумажка о прохождении практики, а какую-то компанию. У них будет уже свой полноценный стартап, с которым можно будет дальше идти и развиваться. Спасибо. У вас есть стартапы? Виктор Бурский, инкубатор с 12-го на сайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.